Всем привет, ребята! С вами Диск Эрор, и мы здесь собрались, чтобы играть в Сабнотику. Как вы помните, в прошлый раз я отремонтировал, в конце концов, всю станцию. Ну, точнее, не станцию, правильнее сказать. Правильнее сказать, корабль, и поэтому в ближайшие три дня радиация рассеется. Ну, это так, маленький... Как это? Маленькая вишенка на тортике. Ребят, очень сильно заметил... Смотрите, сколько зубов. Это просто аншлаг. Вы это видите же, да? То есть, это вот здесь вот буквально нападало. То есть, я не знаю, что сделали разработчики. В принципе, мы с товарищем немножечко посоветовались и решили, что это вообще кошмар, что сделали. То есть, что сделали с кварцем, что сделали с зубами. То есть, теперь эти два ресурса очень легко добыть. Сейчас меня сожрут, пока я здесь собираю эти зубы. Ну, это просто кошмар. Сейчас я прикину, сколько я собрал зубов. Если меня не сожрут. Еще тут зубы валяются. Кошмар, ребят. Это просто жесть. Это... О, боже ты мой. Игра без меня зубы тут генерировала. По-моему, они переборщили. Как вы думаете? Так, подождите. Я должен на это взглянуть. Просто, ребят, вы смотрите, сколько у меня этих зубов. Я раньше ради нескольких штучек, не знаю, должен был реально в трубочку свернуться. Просто у меня... У меня просто нет слов, ребят. У меня просто нет слов. Одни эмоции. Это... Это жесть. Ребятки явно переборщили с этим всем. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Тихо. Еще один зуб. Это просто кошмар. Вообще, я... Нет, ребят, я до сих пор просто в таком шоке пребываю от такого количества зубов. Вот. Как мы видим, до сих пор не поправили баг с тем, что заново появляются у нас рыбки. Ну, это ладно. Это уже так... Тоже, скажем, не такая же критическая вещь. Так как из-за этого у нас, в принципе, рецепты не пропадают и к готовке. Поэтому... Ай, так. Труба, труба, труба. Так, я, помнится, почему меня сшатает. Помнится, я хотел уже начать строить базу. И, в принципе, я этим и займусь. Возьму побольше титана. Наверное, особо я ее обстраивать не буду. Поначалу. То есть, больше сделаем, ребят, упор на... Именно водомерку. То есть, непосредственно на ее... На ее конструирование. Потому что нам надо посмотреть, что же там интересного. Так, у нас есть, по-моему, в этом ящичке была батарея, да? Да, у нас есть батарея уже. В принципе, ее не надо делать. Хотя она делается очень просто. Вот. Но для пистолета еще нам нужен компьютерный чип. А вот компьютерный чип, это уже посложнее. Компьютерный чип, да, образец коралла. Не суть, серебро нужно. По-моему, у меня было серебро. Нет, обманул, серебра у меня не было. Опять же, выложим лишний... Лишний титан. Так, и надо отправляться. Кварц я не собираю, потому что у меня его просто огромная куча. Как и зубов теперь. То есть, в принципе, уже никакого экстрима в сборе. Нет, ребят, они переборщили, ребят. Я считаю, что это... Я солидарен с моим товарищем, с которым мы это... Прекрасно. От меня откусили кусочек. Я солидарен с ним, что какой-то экстрим в выживании пропал. То есть, сейчас все построить гораздо проще. А именно, я имею в виду такие вещи, как, допустим, ну, например, циклопа, да, там нужно было пять зубов. Конечно, и раньше они не так уж и легко, точнее, не так уж и просто фармились. Точнее, нет, просто фармились, но надо было еще найти этих товарищей, скормить им металл. Вот, еще, чтобы они как-то не отбрыкивались от этого. То есть, обязательно не тебя жрали, а металл. А сейчас что-то прям... Нет, это жесть. Это жесть. Не знаю, мне вообще, ну, как бы так уж сказать, не очень-то это сильно нравится. Странно, рыба называется кольцо, а что-то не кольцовая она какая-то. Так, там акулы, но мне нужно серебро... Так, мне, во-первых, нужно кислород подождать. Ай-яй-яй-яй-яй. Очередной побег за замечательной вещью, как серебро. А, вот я отсюда прямо вижу этот песчаник. Оттуда... Нет, это не песчаник, это сейф. Это, наверное, какой-то... Тераформера. Ай-яй-яй-яй. 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 Вообще, кстати, я заметил, что местная фауна вообще стала агрессивнее в разы. То есть, раньше она была более пассивной. Я уж думаю, наверное, это разработчики специально сделали, чтобы игрок тратился на торпеды. Экс. Да, у меня, наверное, еще, наверное, не очень хорошая новость по поводу водомерки. Чтобы ее улучшить, нужно еще найти стыковочную шахту. Поэтому тут скорее будет быстрый забег в сторону именно водомерки. А потом быстрый забег в сторону биома, если я его найду. И если без проблем, у меня получится найти чертеж. Потому что, как мы помним, на самом деле, очень много времени уходит, чтобы найти этот биом. А уж тем более пещеры. Ну, я опять же говорю, я постараюсь это сделать как можно быстрее, как можно плавнее. Я обязательно построю глейдер. Благо, мне подсказали, что глейдер появляется, оказывается, не после того, как строишь платформу для постройки корабля. А после того, как ты делаешь смазку. Поэтому я сейчас еще наберу семечек немножечко для смазки. Русь, Русь. Надеюсь, что рецепт не поменялся. То есть, по-прежнему нужно два семечка. Вот опять зуб выпал. Откуда? Он даже не грыз металлолом. По-моему, у него просто зубы выпадают. От старости. Не, ну может оно и хорошо, но с другой стороны, стекло... Тогда пропадает смысл в этом стекле. Ну, не знаю, в общем, я негодую по этому поводу. Тоже. Я сначала обрадовался, что действительно два кварца на стекло тратится, но есть еще и зубы так добавили. Но мне кажется, это все-таки баг, и каким-нибудь ближайшим фиксом это исправят. Мне кажется, что зубы выпадают, когда они грызут рыбку. Конечно, неподтвержденный факт, но между тем, скорее всего, так и происходит. Так, сейчас, да, я приготовил как раз-таки рыбу пузыря. Не приготовил, а из нее воду выжил. Вот, и сейчас посмотрим, сколько она воды восстанавливает. 20. Раньше было 15, стало 20. Но это, кстати, еще связано с тем, что просто-напросто сейчас еда гораздо быстрее уходит. Вот. Тоже мне товарищ подсказал, так как он чуть подольше поиграл. Вот, и уже, в принципе, построился, и... Вот, да, вот он появился, глейдер. Вот, но мы пока его обступим стороной. Так. Коральчик. Ух ты, как он быстро-то добылся. Компьютерный чип. И... И батарея нужна. Так, батарею берем. Взяли батарею. Строительный инструмент. Все отлично. Можно уже, в принципе, брать... Брать титан и отправляться вперед строить базу. Текст. Стекло. Буду я брать стекло? Наверное, не буду. Мне вот кварц пригодится, но это ладно, это уже потом. Я, наверное, на этот раз базу буду строить на более-менее ровной площадке. Вот. Но все еще на стыке двух биомов. Эм... Так, сейчас где-нибудь найдем здесь местечко. Хотя и это место хорошее, но все же... Ну, это, конечно, в сторону корабля. Вот, в принципе, не знаю, нормальное более-менее место. Вот здесь... Здесь у нас и водоросли. Вот. И если чуть поглубже пройти, здесь вот красные наши поля. Конечно, здесь не очень ровная местность. Сейчас попробую поискать что-нибудь поровнее, хотя, в принципе, я думаю, вот здесь вот можно разрыть песок и вот здесь вот и осесть. Плохого я в этом ничего не вижу. Давайте приступим. Фундамент. Да. Каждый раз первый запуск, ребят. И уж извините, этот фриз от меня никак не зависит. Я надеялся, что в новом патче это поправили. К сожалению, нет. Так. Надо более-менее прямо поставить. Оп. Отлично. Поставим сразу же комнату. Тихо, тихо. Мне хватит кислорода. Вот, конечно, это такая вот... Ага, вот мне и пригодилось бы стекло. Ладно, сам дурак. Сейчас сплаваю. Вот, в принципе, у меня уже есть более-менее идеи по поводу того, как я буду строить базу. Ну, то есть, так сказать, бизнес-план грандиозный. Вот, но я этим займусь сразу после того, как найду водомерку, найду рецепт в первую очередь именно на стыковочную шахту. Вот, после этого я вот как бы, ну, приукрашу базу. Уж, ребят, извините, в прошлый раз я не успел это сделать. Вышел новый патч, меня попросили создать новую... Меня попросили создать новое сохранение. Ну, в целях моей же безопасности. Вот, и, в общем-то, я решил последовать их предостережению. Так, еще сделаем маяк. У меня как раз есть две меди. Потому что вещь эта полезная, как мы в прошлый раз убедились. В прошлые разы, я бы даже сказал. Ну, что ж ты все не попадаешь-то. Так. Вообще, очень жалко, что капсулу никак нельзя починить. Вот, вот, то есть, опять два зуба, еще два зуба. Вот, там зубы вижу. В общем, зубы можно теперь доставать, я не знаю, с закрытыми глазами. Вот еще валяется. Не знаю. Неправильно это, что ли, как-то. Так, рыба уже немножко притухла. Попробую, ну, как попробую, я ее уже съел. Но попробую, все равно стоило. Так, маяк пошел. Бум. Так, маячок, маячок, давай-ка мы тебя как-нибудь назовем. Назовем мы тебя база. Я сказал база. Так, построим входной люк. Готово. Так, ну, я по-быстрому восстановлю себе дыхание всплыв наверх, потому что нам еще строят солнечные панели. Парочка нам точно пригодится. Для начала. Иэк. Где они там, кстати? А, титаны кварц нужны. Вот так вот. Нужен кварц, нужен кварц. Ну, кварц у нас там куча. Я подготовился на этот раз. Тут рядом грибочки растут, это вообще меня радует. Опять, что-то далеко от базы. Ну, ничего, терраформер возьмем, терраформер здесь все разровняем. Кстати, его я тоже в прошлый раз не успел построить. Ну, ребят, я сделаю работу над ошибками. Я даже думаю, нет, зубы мне сейчас не нужны, я возьму остатки кварца. В принципе, я думаю, лишним он точно не будет. Что там еще раз надо? Титан и кварц. Хорошо. Я надеюсь, если у меня здесь будет база, до меня его величество этот не доберется. Левиафан. Все-таки близко к кораблю. Хотя, я надеюсь, что Левиафан просто не застав радиации скажет, блин, печально вообще. Не буду я там больше плавать. так, отлично. Так, отлично. Да, кстати, в прошлом выпуске я сказал, что дырка в реакторе появилась. На самом деле, она там всегда была, я просто не заметил. Вот. Так я усиленно, как это, нет, не усиленно, неправильно. Так я увлеченно чинил и искал эти дырки в, как он, на борту, чтобы починить всю эту, всю эту красоту, что не заметил там дыру огромную, размером полкомнаты. Ну, в 1-4-ю так точно. Вот. И вот очень сильно удивился. Ну, я думаю, вы мне простите такой маленький, так сказать, недочет. Все-таки я всегда записываю видео на позитиве кое-каком. Потому что мне как бы нравится в это играть. И, в принципе, может быть, да, на радостях и пропустил. Так, еще одно стекло нужно. У нас есть кварц. Стекло. Кстати, я заметил, что энергия быстрее почему-то начала набираться. У меня есть предположение, в этот раз я чуть ближе к солнцу. То есть, получается, база вот на такой глубине находящиеся получают больше энергии. Хотя нет, 75% заряда там я тоже столько же набирал. Очень странно. Ну, там у меня было всего 2 платформы, 3. Ладно. Это тоже, я скажу так, из разряда таких вещей, которые несущественны. Ну, пока что для меня. Так, значит, наверное, для начала мы построим сборщик транспорта для мотылька. Так как в этом выпуске я уже вам обещал его построить, я его построю. Я надеюсь, он как-то видоизменился по сравнению с тем, что было. Повторюсь, его там можно перекрашивать теперь, его можно теперь перекрашивать, ставить на него 4 в модуле улучшения. Причем эти 4 модуля сами по себе. К сожалению, пока я не знаю, где их крафтить. Вот. Ну, я догадываюсь. Назовем это так. Пек. На, сразу титановый слиток, наверное. Оу. Это я весь титан, оказывается, профукал. Ладно, тогда я заберу... Да ладно, фонарик пускай здесь остается. Не знаю, золото и медь заберу, остальное пускай лежит здесь, кушать не просят. Вот здесь вот, я помню, чуть-чуть титана было. А теперь титана тоже просто куча. На самом деле, для того, чтобы собрать титан... Ух ты. Нет, возвращай этот ящик обратно. Для того, чтобы собрать титан, достаточно не так же далеко плавать. То есть, один кусок теперь дает... Один кусок металлолом теперь дает 4 титана. Это очень большое расслабление. То есть, раньше мне, чтобы 12 штучек там набрать, надо было 3 куска. Вот, теперь всего сколько там? А нет, даже еще больше. Даже не 12, неправильно я сказал, там слитки, слитки, чтобы набрать. То есть, насколько по 3 штуки, мне 4 штуки надо было металлолома собрать. Вот, а теперь понадобится всего 3. Ну, не могу сказать, что это хорошо, да и плохо, в принципе, назвать нельзя. С другой стороны, теперь в водомерку добавили погрузочный отсек. Не знаю, в чем мне это поможет. Хотя, с другой стороны, это может мне помочь, если я пойду искать фрагменты. То есть, это такое ускорение геймплея. До этого это было замедлением, а теперь они решили ускорить игрока в некоторой степени. Так, что у нас тут? Металлолом, где ты? Я думаю, я еще немножко кварца пособираю. Так, в промежуточке. Пару кусочков. Эх, вот, когда привыкнешь, плавать с двумя баллонами огромными кислородом, уже так кажется, что... Ааа, ладно. Еще много кислорода, успею всплыть. Или там по дну плаваешь. А, сейчас 75 секунд. Казалось бы, какие-то полминуты прибавляет баллон. Однако, все равно. Кстати, интересно, да, верстак мне тоже понадобится. И, кстати, мне понадобится еще один компьютерный чип для верстака, для анализатора. Но это мы подождем. У нас первоочередная задача, это все-таки водомерка. Инвентарь полон. Прощай, кварц. Легко пришел, легко ушел. Пузырьки что-то разладились. Так, я уже почти доплыл, почти доплыл, не задыхайся. Так, ой, зачем это я его разбирать-то начал. Так, титан. Нам нужно больше титана. Титановый слиток, остальное я тоже перелил в титан и сложу. Вообще, было бы очень удобно, если бы он из титанового слитка, грубо говоря, обратно в титан перерабатывал. Ну, скажем, для экономии места на базе. Но пока так не сделали, придется удовольствоваться тем, что есть. Так, это все положили. Что там дальше по плану? Энергоячейка. Энергоячейка, да. Есть такая из двух батарей. Силиконовая. Так, нам нужна медь, получается. не могу сказать, что много. Там я видел, кстати, большую трубу. Там куча миди. Опять же, по своим ощущениям, мне сказал товарищ. Но, в принципе, мы и раньше это замечали. В одном из выпусков я уже заплывал туда и демонстрировал. Вот бы еще найти это место. Кварца теперь гораздо больше появляется. Рецепт упразднили, кварц появляется гораздо больше. Просто я вот помню, как я плавал, скажем, днем, и кварц, честно говоря, мне в руки особо-то и не шел. Он выказывал свой эфи. Мол, то это я только ночью появляюсь, а сейчас, прям когда хочет, тогда и появляется. По-моему, да, вот он вход. Титан. Медь. Ну, отлично. В принципе, уже меди достаточно. Так как для батареи нужно всего лишь один кусочек меди. То есть, не медная проволока. Несколько облегчает задачу. Так, что у нас там? Еще надо грибов собрать. Я вот не помню, три или два гриба надо. Ну, возьму три. Лишними они точно не будут, потому что батареи мне еще предстоит делать. Вообще, даже больше скажу, мне предстоит еще одну энергоячейку, по-моему, сделать для водомерки. Вот. Значит, для водомерки нам 100% понадобится анализатор. Об этом я не забыл, ребят. Просто сейчас нужно построить, все подготовить, назовем это так, потому что все равно мне эту штуку строить. Так, сейчас посмотрю, не забыл ли я еще что-нибудь. Для нее, для нее. так, энергоячейка, да, в принципе, давайте делать батарею. Два, два гриба нужно. Ну, даже могу три батареи сделать, в принципе, лишними не будут. так, силиконовая резина, есть у меня два кварца, и энергоячейка, отлично. на скоростях. ну и смазка у меня есть на базе. Так, значит, нужен компьютерный чип, два титана, и комплект проводов. Комплект проводов у меня уже есть. Осталось найти немножечко серебра, одну штучку. не знаю хорошо ли этим заниматься ночью наверное хорошо когда-то меня останавливало берем смазку великолепно ну вряд ли мне будет сейчас доступна вода мерк а точнее нет извините ребят все вода мерка вода мерка мотылек на ты лег до водный мотылек он со мной всплыть не может ну да к сожалению только циклот ну ладно к сожалению это ожидаемо ребят нет тут никакого сожаления от глушим водичку вода еда ну в принципе быстрее стало уходить по ощущениям хотя с другой стороны если до 100 процентов отъестся а вы представили вы представить себе не можете я оказывается присел на то же самое место на котором был прикольно я честно говоря даже особо не старался ребят оказывается вот нашел свое любимое место уже любимое это еще раз доказывает что действительно у меня было такое же такое же содержание кислорода не содержание правильнее сказать это такой же свет у меня был и именно на солнечные панели но заряжается она сейчас почему-то быстрее уж не знаю как увеличили они это времени увеличили именно ускорили зарядку и вот потенциальное серебро на серебряная руда все конечно ли еще надо будет сгонять за проводами но это уже дело третье стоять что я забыл ах ну да образцы самое главное где вы цветные кораллы и тидиди титю где вы где вы где вы а вот сразу это терраформер по мне мотылек нормально сразу нашел конечно было бы здорово парочку найти и мотылек и мотылек все равно выплыву за комплектом проводов поэтому еще зубы ну знаете либо у них какой-то план потом по использованию этих зубов например можно будет на и на жерелье себе сделать который отпугивает акул вообще здорово однако может быть они просто для чего-то еще это хотят использовать и поэтому в таком количестве сейчас разбрасывают ну это опять же предположение вот но было бы здорово комплект проводов да вот он фрагменты мотылька есть это есть так значит что мне еще осталось осталось мне компьютерный чип и все можно плыть на базу ставить замечательный модуль надеюсь я сейчас найду какой-нибудь рецепт водомерки еще один но чтобы совсем такой turbo режим включить исследование у нас здесь интересно нет на анализатор также пока еще текстурку не натянули не придумали как он выглядит так все папа пошла движуха помнится для мотылька нужны ячейки два гриба у меня еще два гриба возьму а нет по моему у меня уже есть одна одна батарея поэтому наверное я соберу такие вещи как соль еще попробую найти серебра чтобы потом за ним не бегать металлолом еще валяется нет туда мы не поплывем рыбки кстати надо набрать потому что я уже проголодался ух ты чертеж уже готов вот так вот быстро он исследовался ну воду я сделаю из извести хлорированную поэтому это сейчас во первых выгодно она сейчас восстанавливает 40 воды до рыбы сейчас сожалению очень мало воды стал восстановить по два по три то есть раньше даже некоторые рыбу можно было приготовить плюс 12 себе сразу дать а сейчас очень не как-то кисловата в этом плане стал так 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 сейчас сейчас я немножко наберу кораллов и мы построим мотылька ну как построим сейчас я посмотрю что еще для него нужно будет жидкость раз жидкость 2 и рыбка бумеранг я посмотрим насколько она вкусная кстати я заметил что ну в принципе я это и просто раз отмечал но живности стало гораздо больше именно вокруг больше рыбы наверное это еще связано с тем что гиро у нас быстрее уходит так 2121 да теперь все в принципе восстанавливает хорошо еду то есть раньше было какая-то 30 восстанавливает как это 20 сейчас вот всю рыбу который я готовлю она в принципе в среднем одинаково восстанавливает еды давай или кон сразу сделаю еще одну энергоячейку на мотылёк она сто пудовый на водами на мотылёк тихо я помню мотылёк так вот он здесь до 3 титана энергоячейка два стекла и смазка вообще простенький рецепт ничего сложного два стекла за смазкой сейчас просто очень быстро можно доплыть тум 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 раз два их 3 взял ну давай тогда 4 возьмем маска ты стопудово для чего-то еще понадобится вообще кстати еще из нового введения ребята водоросли очень сильно изменили свою функцию зовем это так то есть смотрите всего лишь 3 еды и одну воду принципе она практически так и восстанавливала вот но между тем она по-моему быстрее портится в общем то да они вот переработали механику еды не знаю с чем это связано наверно с тем что это было не хардкорно хотя это принципе доставляло неудобства вот этот нехватка еды постоянная а сейчас еще больше будет ну я считаю что это правильно иначе нету смысла никакого солить рыбу и же ее можно засолить принципе это демонстрировал это чтобы люди получше как бы относились к этому что воспринимали всерьез транспорт мотылёк и кульминация момента давай давай кидай мне его так ну с виду как обычный мотылёк мотылёк почему-то могу ему название поменять нет я наверное ему не могу название пока поменять доступ к улучшениям вот сюда можно положить улучшения так я понял надо их еще найти она со второй стороны естественно нет улучшений улучшения как я понял здесь по картинке в принципе видно куда они добавляться будут нет нелогично ладно не суть так у нас теперь есть великолепный мотылёк значит я сейчас примерно в голове вспомню карта здесь заново не генерируется поэтому я сейчас вспомню где же у нас был тот биом так значит где-то стыковочная там было это у нас еще здесь лес поблизости должен быть ну ладно пускай это все останется со мной принципе инвентарь у меня сохранен ай ухты них его теперь рыбки сносит вообще возможно они могли карту перегенерировать тем или иным образом из какие-то ключевые моменты оставить что-то убрать что-то добавить ай как нехило то меня теперь уже бьют эти рыбы потому что их стало больше так нет и это все еще водоросли и эк опять я не наделал маяков не знаю очень сильно я там а плююсь не знаю вот тут опять что-то не зашло этими маяками но я в принципе проведу вот сейчас работа над ошибками я попробую собрать немножко мя-ми-ми-ми-ми-ми-ди чего алмаза сразу вот так вот сразу я же на 60 метрах то здесь происходит так ну вот мы нашли грибной лес попробуем по максимуму отсюда утащите каких-то о изменили голос бортового компьютера мне нужны фрагменты у вас есть фрагменты так вот вижу соль только в принципе мне тоже нужно так что-то не на квартире литий литий здесь так и валялся соль литий эта штука мне потом пригодится грибное дерево так ладно я тогда буду выплывать как можно ай буду наверное выплывать только все-таки за рецептами вот первый рецепт не знаю что он делает the club пресс-компресс фрагмент это я так полагаю улучшение для циклопа чтобы он глубже мог я не знаю уплыть заплыть это не то чего я искал так вот этот биомщик я помню так но стыковочный шахта к сожалению в этом биоме берется ой-ой-ой как нехорошо то биореактор мы сразу нашли отлично лишним он точно не будет я уже отзывался биореакторе как о самом хорошем реакторе посмотрим что в этом почти не произошло раз уж они переработали еду может они что-то с биореактором сделали еще один биореактор и по моему из этой локации как раз таки нельзя было попасть в ту с алмазами где-то здесь еще были плавучие острова сожалению я сейчас так быстро не сориентируюсь так это я уже поплыл в сторону база в принципе вот не знаю с водомеркой то происходит в принципе я какие-то эти какое-то повреждение вижу на экране именно на стекле не знаю видно не видно вам ребят наверное в кубиках ничего не видно на принципе у меня тут такие едва заметные трещинки так опять я в этот биом опрокинулся попробую попробую на макси по сейчас прежде чем вернуться на базу собрать каких-то подождите ё-моё ай-яй-яй как же он внезапно появился всего я понял туда лучше не суваться левиафан может мотылька в принципе здорово как дела ну давай прекращай докладачем это я он может мотылька в принципе раскрошить по моему с первого удара вот но мне повезло у меня было много хп он меня только немного пощекотал и отпустил сейчас главное чтобы какая-то акула меня не подгрызла да кстати вот теперь и должно быть лучше заметно что у меня мотылек немного уже поврежден у меня разбито стекло они добавили модель повреждения мотыльку он то есть вот сюда закапывает вода не могу сказать что бы дискомфорт доставляет но все равно забавно вот сейчас кстати подплыву вот так вот ну да вот она разбитое стекло собственно посмотрим что снаружи ну да снаружи видно что он протекает искрится сейчас посмотрим насколько он хорошо ремонтируется и ремонтируется также то есть никаких проблем у нас с этим нету анимация по моему тасканье левиафаном но когда левиафан напрыгивает на вашего мотылька и его из стороны в сторону качает было по моему то есть это не новинка значит давайте-ка мы поставим фрагменты анализироваться фрагмент биореактора соль выложим так медь из меди я сделаю парочку маяков ибо это очень нужно прекрасно ну что же для следующей вылазки я вооружен в общем то спасибо ребят за то что не осмотрели к сожалению этот выпуск подошел к концу следующий выпуск я постараюсь сделать как можно быстрее потому что мне самому интересно посмотреть какие же улучшения есть на мотыльке вот в общем то посмотрим базу обязательно если вам понравилось видео то не пожалеете поставьте лайк вот в принципе любые возражения пишите в комментарии ну имеете ввиду может поправки какие-то я обязательно в следующем выпуске исправлюсь вот и благодарю вас ну на этом все ребят спасибо за просмотр до новых встреч пока